Так, я прошу прощения, я начинаю проводить трансляцию с телефона, потому что с компьютера у меня какой-то сбой идет. Еще раз переспрошу, сейчас нормально слышу, я так понимаю. Поставьте мне в чате плюсик, что нормально слышно. Нормально. Ох, елки-палки. Прошу прощения, что-то спит. Один-два. Все, отлично. Так, дорогие друзья, значит, рассказываю ситуацию на сегодняшний день, которая у нас есть. Значит, спасибо, спасибо большое. Уже вас слышал, вижу, что хорошо. Провожу трансляцию с телефона, не с компьютера, и поэтому демонстрацию экрана не смогу показать, но я вам выкидывал скриншоты. Мы решили запускать проект и привлечение партнера делать через программу «Допомоги украинцам». То есть мы создали новую сущность. Почему новая сущность? В чем она отличается от обыкновенной? У нас есть сущность исполнителя, когда вы на карте видите каждого исполнителя, его фотографию, его рейтинг и все остальное. То есть когда клиент будет заходить на сайт, он будет выбирать исполнителя любого, любой категории и на карте будет показано этих исполнителя в разных местах и там при нажатии на значок всплывает карточка исполнителя, в которой показываются его фотографии, как его зовут, его рейтинг. Вот это вот называется карточка исполнителя. Мы сейчас вводим в проект новую сущность. Мы планировали ввести чуть попозже, но сейчас будем вводить немножко раньше. Сущность заключается в том, что мы будем показывать на карте не исполнителя, а объекты. Значит какие объекты мы вводим в категорию допомога украинцам за рубежом. То есть мы изучили этот момент. Очень много людей, которые уехали за границу с Украины, они ищут постоянно, им нужна помощь в информации. Какая помощь, какую помощь мы создаем? Значит, первое это... Сейчас, минуточку, я посмотрю, где мы это делали. Фотография объекта этого, который есть. В этих сущностях мы добавляем... Сейчас, минуточку, где он у него есть. Сейчас я посмотрю, чтобы четко говорить. В общем, административные здания. Например, фонды у нас будут. Эти самые посольства, консульства, фонды, которые помогают украинцам. Потом мы добавляем категорию правозахистные организации. Кстати, сайт у нас уже готов на украинском и на английском языке. Он у нас еще не обновился, но уже рабочая версия есть. В ближайшее время мы ее запустим. Мы как раз в эту версию добавляем, если вы видели на фотографиях, на скриншотах, то там уже на украинском языке мы показываем вот эти новые категории. Возвращаясь назад к категориям. Правозахистные организации, волонтерские организации и гуманитарная помощь. Гуманитарная помощь будет складываться с категории, которые будут. Это жилищная помощь, пункты раздачи пищи, пункты там, где раздают пищу или там, где кормят. Пункты питания, потом пункты раздачи одежды, обуви, бытовой химии, финансовой помощи, помощь животным и так далее. Таким образом, мы сможем вирусно очень сильно развить наш проект за счет вот этой вот дополнительной категории допомога украинцев. У нас вирусно очень сильно развьется этот проект. За счет чего? Потому что существует очень много групп за границей, которых заходятся украинцы во Франции, украинцы в Германии, украинцы в Румынии, Болгарии и так далее, и так далее. Мы собрали эти группы в кучу и в эти группы мы будем подавать информацию о том, что украинский стартап запускается, где вы можете регистрировать вот эти все объекты. То есть те люди, которые уже были в каких-то учреждениях, например, они получали где-то еду, получали где-то одежду, получали где-то финансовую помощь и все остальное, они могут наносить на карту эти объекты и на карте будет отображаться не конкретный исполнитель, а конкретная организация. То есть будет фотография этой организации, ее можно будет брать с Google Maps или с официальных сайтов, и описание этой организации, время работы этой организации и вся информация, которая касается этой организации. Там будет фотография, местоположение этой организации, телефон, если есть, ссылка на сайт, если в этой организации есть сайт, описание и время работы. Можно добавить четыре дополнительных фотографии об этой организации и все остальное. Таким образом, мы запустим вирус на... У нас уже есть определенная договоренность с блогерами, что они тоже будут рассказывать о нашем проекте в блогах своих, тех людей, которых много подписчиков. И мы запустимся, запустим сначала именно вот эту вот допомогу украинцам. Это будет легко, потому что все подхватят, ну это благородное дело с одной стороны, а с другой стороны, это поможет нам развить наш проект. И когда мы запустим вот эту вот рекламу в допомоге украинцам, все остальные люди, которые будут заходить для того, чтобы посмотреть, где взять допомогу, для того, чтобы посмотреть, как оформить эту новую точку там, допустим, они будут видеть, что здесь кроме того, что можно допомогать украинцам, можно самостоятельно зарегистрироваться исполнителем. И таким образом, люди, которые будут заходить видеть, они увидят, что здесь не только допомога украинцам есть, на чем мы постоим с вами рекламную кампанию, а еще есть возможность регистрироваться просто исполнителями в разных категориях. И таким образом, люди будут регистрироваться исполнителями, и мы получим такое вирусное развитие. Плюс мы к этому добавим, мы выделим деньги на рекламную кампанию в этом направлении, и рекламу будем строить именно на вот этой категории, на категории допомога украинцам. За счет этого вирус нам начнет развиваться, больше людей пойдет, и мы быстренько доберем еще где-то около 150 партнеров, и уже за счет тех финансов, которых мы собрали, мы сможем провести рекламную кампанию уже так, как мы планировали с вами в городе Киеве, а потом дальше пойдем по городам. Значит, какие категории у нас будут добавляться? Еще раз повторюсь, это фонды, посольства, консульства, правозагастные организации, волонтерские организации, гуманитарная помощь, точки бесплатного Wi-Fi и ближайший туалет. Это все, что необходимо людям, которые находятся в движении где-то в других городах или в других странах. Ну вот такую штуку мы делаем на сегодняшний день. Стараемся побыстрее ее сделать. Сейчас наши программисты работают над этим. Но это, по сути, новая сущность, которая немножко отличается от той, которая есть. У нас тут возникло много вопросов, на которые мы сейчас работаем. Например, такое. Кто может добавлять объекта на карту? Кто является владельцем этого объекта? Допустим, вы добавили точку Wi-Fi или же какую-то точку, которая с ближайшего туалета там, допустим, или какой-то фонда? Кто является объектом этого фонда, этой точки? Кто может редактировать эту точку на добавленный объект? Как будет происходить модерирование этого объекта, если там вдруг неправдивая информация? Как будет проводиться актуализация добавленных данных? То есть реальная эта точка или нереальная точка? В общем, много вопросов, которые мы сейчас быстренько решаем для того, чтобы запустить это все дело. Извините, Сергей Васильевич, на минутку перебью. На минутку. Если нужно, по Франции я могу вам полностью всю информацию дать, потому что я в данный момент тут нахожусь. В волонтерской организации я и волонтером хожу здесь, работаю. То есть я много по Франции, я очень много могу дать информации. Можно дать, вы просто зайдете на сайт и зарегистрируете их потихонечку. А, все, да, могу сделать. По Франции я все могу сделать, что нужно. Да, да, да. Без проблем. Хорошо. Следующий вопрос. Кто будет, если кто-то добавит такой же объект на карту? Допустим, кто-то один объект добавил и точно такой же кто-то добавляет. Этот вопрос мы решаем. Радиус отображения объектов. Я думаю, что, допустим, человек запустил мобильное приложение или с сайта зашел, указал свое местоположение и хочет увидеть, допустим, какой-то объект, например, какую-то волонтерскую организацию или же какой-то фонд. И последний вопрос, который мы сейчас решаем, как будет происходить удаление выбранного объекта. Допустим, если объект, ну, пример привожу. Какой-то наш товарищ зашел в какое-то кафе, там есть Wi-Fi точка, он взял пароль, взял и зарегистрировал, что здесь есть Wi-Fi и можно им пользоваться бесплатно, вот пароль есть. А хозяин этого кафе увидел и решил его удалить. В общем, вот эти вот все правовые моменты мы сейчас решаем. Я думаю, что в течение недели мы все вопросы закроем и выложим уже обновленный сайт на украинском, английском и российском языке, русском языке. И начнем, я сейчас параллельно веду переговоры с блогерами, которые тоже начнут рекламировать наш, я вот им рассказываю, я связываюсь с блогерами. И, кстати, если у вас есть какие-то блогеры, тоже можно будет на них ходить, что ребята, давайте поможем украинцам, чтобы они могли пользоваться тем сервисом, который у них есть. И это очень актуально получается. Ну, вот я последние полторы недели над этим работаю, где бы я не заходил, где бы я не работал на этом направлении, все говорят, что это классная идея, она очень нужна и очень вовремя. А параллельно что произойдет? Параллельно произойдет то, что люди, которые будут заходить на допомогу украинцам, они будут видеть, что здесь можно и другие услуги увидеть, а те люди, которые оказывают услуги, они будут видеть, что можно будет зарегистрироваться. Процесс пойдет таким образом. Ну и мы за, нам осталось добрать где-то 150 партнеров, как раз в этой сфере, в этой среде людей, которые будут заходить, много-много людей на сайт. Мы всех будем говорить, что здесь у нас еще есть возможность стать партнером и будем отсылать их в наш чат-бот для того, чтобы они ознакомились с партнерской программой. То есть последовательность будет вот такая. Ну, в двух словах. А допомога украинца по Украине самой будет или нет? Это только по странам. Нет, по Украине тоже будет. Да. Ну, потому что в Украине тоже есть допомога украинцам. То есть наша задача будет, я подготовлю где-то через 3-4 дня вебинар, посвященный, как регистрировать эти объекты. То есть эти объекты можно будет регистрировать, не выходя из дома, зная, где он находится. Сделать в Google можно сделать фотографию, если кто-то знает, как в Google делается фотография. То есть ставится точка на карте, там можно посмотреть улицу, повернуть влево-вправо, навести на здание, сделать скриншот, сделать фотографию этого объекта. И добавить в сайт, если есть в этого объекта, ну, всю эту информацию, которая необходима. И таким образом мы поработаем где-то недельки, 2-3-4 в рекламной кампании по привлечению людей, которые будут оказывать допомогу украинцам. И вирусно мы запустим возможность уже для исполнителей. То есть каждый человек, который будет заходить по рекламе допомога украинцев, они будут видеть, что здесь, кроме допомоги, существует еще очень-очень много полезных вещей. И люди будут регистрироваться исполнителем. А когда она регистрируется исполнителем, мы уже потом приступим к рекламной кампании самого проекта по той программе, которую мы планировали с вами вместе и уже давно мечтаем об этом. Так, теперь переступим. Давайте перейдем к вопросам. Я уже вижу, как бы слышу, что есть люди, которые знают все эти объекты, те, кто находятся из нас за границей. И в принципе это актуальная ситуация, потому что я смотрел в чатах, я заходил в те же французские группы, в румунские группы, в польские группы. Там очень много людей и мучаются, они спрашивают, а где вот это, где вот это находится, как туда проехать, а где оно находится, а когда оно работает. То есть люди постоянно спрашивают об этом, и они не знают. И если мы предоставим такой сервис, который будет сразу отвечать на все их вопросы, это будет замечательно с одной стороны, а с другой стороны мы оттуда возьмем. Какая-то часть этих людей обязательно станет партнерами, и мы тогда быстро пойдем развиваться и будем запускаться уже по той программе, которая есть. Спросы, пожалуйста. В конце октября, как вы в прошлый раз говорили, мы не запустимся, да, получается еще? Нет, мы сейчас в октябре запускаемся по привлечению. Смотрите, тут есть два момента, случайно этот вопрос. У нас в проекте зарегистрировалось больше 15 тысяч исполнителей. Это было до войны. И вот сейчас, когда все эти процессы происходят, многие из них переехали. Кто-то ушел на фронт, кто-то, не дай бог, из этих людей, защищая родину, погиб. Кто-то переехал в другой город. Допустим, с Харькова много людей переехало, с Киева с того же переехали. Ну, в общем, люди, большая эмиграция произошла. И те исполнители, которые у нас были зарегистрированы в проекте, они стали нерелевантными. Ну, то есть можно найти этого исполнителя, позвонить, а телефон или не ответит, или человека нет, или он переехал в другое место жительства. Поэтому перед стартом рекламной кампании, когда мы начнем рекламную кампанию, нам необходимо заполнить все категории исполнителями. То есть, когда начнется рекламная кампания, необходимо, чтобы человек, который зайдет на сайт по той рекламе, которую он услышит или увидит, если ему понадобится найти какого-то исполнителя, чтобы он его нашел. А чтобы он ее нашел, эти люди должны зарегистрироваться. То есть, должны зарегистрироваться реальные живые люди, которые конкретно находятся в этом месте, в этом городе и оказывают конкретную услугу. То есть, нам нужно будет возобновить парк, условно говоря, тех людей, которые оказывают услугу. Потому что то, что у нас было зарегистрировано раньше, оно стало нерелевантным. Я уже объясню, почему. И я думаю, что месяц за недельки 2-3-4 максимум мы эту регистрацию ускорим. И я думал, как быстрее сделать таким образом, чтобы привлечь исполнителей. И вот у меня возникла такая идея, что лучше пойти по пути, где люди сами будут помогать нам. Все абсолютно. То есть, когда пойдет где-то реклама сайт допомога украинцам, и мы покажем, что здесь есть такой, такие, такие, вот то, что я вам перечислял, объекты, люди обязательно зайдут на сайт. А из числа тех людей, которые зайдут, часть из них будут те люди, которые разводят услуги. Они увидят, что здесь не только допомога украинцам, а что здесь есть сантехники, электрики. И кто-то из них обязательно начнет регистрироваться в этой категории. А те, кто будет регистрироваться в этих категориях, мы им предложим стать партнерами. То есть, закрутим такой механизм. Понимаете? Нам будет проще делать рекламу допомоги украинцам, чем посвящать рекламу просто на исполнителей. Это будет более эффективно и быстрее. Еще, пожалуйста, вопрос. Сергей Васильевич, добрый вечер. Я хотела бы узнать, скажите, какие наши дальнейшие действия? Вот по рекламе, именно как мы делаем рекламные посты, мы, может быть, тоже как-то переработаем эту рекламу? Да, да, да. Может, снимать какие-то видео или что-то там? Смотрите. Нет, что говорить. Обязательно, обязательно. Это будет сделано. Сейчас, еще раз говорю, сейчас мы отвечаем на все те вопросы, которые я вас озвучил, связанные с категорией допомоги украинцам. Мы выстроим рекламу именно по этому принципу. И там будут новые посты, будет видео, посвященные только этой теме. Понимаете? Да, отлично, да. Дело в том, что смотрите, извините. Эта тема будет вирусно подниматься. Просто привлечь, сказать, вот ребята, идите, вот у нас есть проект по заработку в интернете. Это одно предложение. Сказать, ребята, вот вы оказываете услугу, заходите, регистрируйтесь как сантехники, электрики и так далее. Это второе предложение. А вот предложение допомога украинцам, оно будет намного релевантнее, оно будет намного лучше восприниматься, оно будет вирусно развиваться. Понимаете? И за счет этого мы быстро наберем исполнителей. Да, просто надо текст, надо картинка, надо видео. И, ну, хотя бы приблизительно, вот я снимаю видео, чтобы я знала, что сказать на видео, чтобы люди смотрели и заходили в проект. Да, да, да. Я сейчас как раз работаю в этих двух направлениях. С одной стороны, мы дорабатываем эти категории. Она как бы немножко сложный процесс, но мы ее как бы делаем. Я же вот эти вопросы, которые я вам поднимал, на них надо ответить, получить ответы. И это не все вопросы, которые я вам озвучил. Там есть еще и ДОС-атаки, может быть. Как с этим вопросом решить? Ну, что такое ДОС-атака, я двух слов скажу для тех, кто не знает. Ну, допустим, какие-то нехорошие программисты могут на наш сайт взять и регистрировать все подряд. То есть надо продумать защиту всего этого. Ну, в общем, определенную работу надо провести в этом направлении. Вот. И я думаю, что где-то в течение недели, максимум 10 дней, мы это все сделаем. Сейчас работа идет плотно, программисты все работают над этим. Вот. А я параллельно к этому готовлю рекламные ролики, рекламные тексты. И все это мы запустим в один день. То есть в определенный день обновится сайт. На сайте будет уже украинский, английский и русский язык. На этом сайте будут вот эти все категории, о которых мы рассказали. И мы запускаем рекламную кампанию совсем под другим соусом. Еще вопросы, пожалуйста. Скажи, будь ласка, сертификат, что можно брать, расстрочку. Я не расслышал. Сертификат, расстрочку, что можно брать, или нет? Расстрочка работает, да. Сергей Васильевич, а я хотела вот спросить. У меня есть в подписчиках, допустим, и в Фейсбуке, и в Инстаграме есть волонтеры. Но я не знаю, как их добавлять, куда их добавлять, что делать. Я могу как-то скидывать информацию, кому скидывать ее. Смотрите, сейчас пока не нужно скидывать информацию. Как только я закончу вот эту категорию, и мы выложим новый, с этой категории. И параллельно я подготовлю рекламную кампанию. Я с вами проведу видеоконференцию, и я расскажу, как это делать. Ну, как я это все вижу, но еще есть некоторые элементы, которые... Я бы сейчас вам проделал... ...экране, тот, который у нас есть. Но, к сожалению, видите, кампион, что-то меня влючит и не хочет звук показывать. Да, спасибо, я поняла. Уже частично работу мы проведем. Вот я скриншот там вылаживал, вы видели вот эту группу. Но это незаконченный вариант. Надо ответить на кучу вопросов. Будет специальная конференция, которую мы проведем для того, чтобы объяснить, как это все делать. И там тоже ничего сложного не будет, но просто надо знать, нюансы будет. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, а рекламные площадки-то те же самые останутся? Фейсбук и ТикТок? Нет, мы запустим три видео. Это ТикТок. Фейсбук только будет не Фейсбук, а Фейсбук. Там есть специальные, отдельные, господи, забыл, как это называется. Но я предоставлю. И Ютуб. И те самые социальные сети в группах. В группах. Есть группы, которые находятся в Телеграме. Группы, допустим, французы, украинцы во Франции, там в Румынии, украинцы в Польше и так далее. Вот в этих группах мы будем работать. Там их очень много. Я заходил, я нашел этих групп. Сотни этих групп, где люди объединяются. Вот те, кто находятся в Польше. Украинцы в Польше, те, кто находятся во Франции. Украинцы во Франции, в Испании, в Португалии, в Канаде. В общем, их очень много есть. Это Телеграм? В Фейсбук и в Телеграм. Везде много. Да. Ну, это будет точно так же. Только будет просто, допустим, если я выложу пост в Телеграме, то я буду показывать, что вот в такой-то группе есть пост. Вы будете заходить в эту группу и будете помогать ее расшаривать. Я расскажу, как это делается. Подскажите, пожалуйста, есть же такие группы, их очень много, даже большая часть, которые просто блокируют вот эту рекламу и все. Как мы с этим будем работать? Смотрите, еще раз, мы будем работать по принципу помощи украинцам. То есть я буду связываться с администраторами и говорить, ребята, нам, вы хотите, вы реально хотите помочь украинцам или вы просто хотите на этом зарабатывать? Ну, с такого бука будем захотеть. Будем проситься в каждую группу. Будем проситься в группу и говорить, ребята, вот у нас есть старток украинский, можно даже говорить с Мариуполя, который запустил программу помощь украинцам. Можно у вас прорекламировать этот... Еще раз говорю, намного проще будет входить в рынок, это будет вирусно за счет вот этой их новой категории. Ее будет больше пропускать, чем любое другое. Я об этом уже говорил. Еще вопросы? Ну, не вопрос. Я просто хочу сказать, что это, скорее всего, очень гениальная ваша идея. Действительно, сейчас очень много людей хотят помочь украинцам, и это будет здорово, мне так кажется. Ну, и дополнительно мы еще на нашем сайте запустим кнопочку, знаете, такое слово, донат сайта, да? Задонатить сайт. И это тоже будут дополнительные деньги, которые потом мы направим на то, чтобы рекламировать сам проект, как мы планировали с вами раньше. То есть мы от той стратегии не отказываемся. То есть берем город и три месяца рекламируем, поэтому мы будем рекламировать конкретно услуги и все остальное. Но за счет вот этой категории мы можем сейчас очень сильно выскочить. К нам подтянутся очень много людей. Так, ну, если нет вопросов, буду дальше работать, потому что работы очень много. Спасибо вам большое. Сергей Васильевич, а подскажите, решили все-таки с Киева начинать? Еще раз повторите, плохо слышно было. Решили с Киева начинать все-таки рекламную кампанию? Да, будем начинать с города Киева. Если я правильно понял, у вас вопрос. Да, да. На данный момент просто мы ждем несколько дней ждем, и вы даете нам инструкции, что нам делать дальше. Правильно? Вы представляете, как я это выжду. Нет, ну мы-то свою работу делали. Мы закончим почти год, а я это три года, больше трех лет уже жду. Так что я самое большое жду среди вас. В этом управлении. А нам еще 150 партнеров нужно, да? Я просто хочу, чтобы я их держал в силу и денег, что вы даже себе представить не можете. Так что я самый больший жду. А мы как ждем? Люблю вас, любимаю. Берегите себя. Хорошего вам настроения. Ребята, мы Украина-переможие. Все будет доброе. И проект обязательно. Спасибо. Вы тоже берегите себя. Спасибо, Мир. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова